МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Екатерина Котова. Здравствуйте! Далее некоторые темы выпуска. Пожар на новостройке в 8-м микрорайоне. Сегодня загорелся один из строящихся домов. Исследователи недр в 1-е воскресенье апреля свой профессиональный праздник отмечают геологи. И в гости с подарками в очередную поездку по воинским частям собирается Людмила Буряк. В 8-м микрорайоне сегодня загорелась новостройка. Пожар вспыхнул на 3-м этаже 9-ти этажки. На место вызова моментально выехали несколько пожарных автомобилей, бригада скорой помощи и спасателей. К моменту прибытия расчетов из окон строящегося дома валил дым. Выяснилось, что горят матрасы, на которых спали рабочие. Обошлось без пострадавших. Провели разведку на наличие людей. Люди все были до приезда пожарных автомобилей ликвидированы. Значит, выяснилось, что горят матрасы. Пожар был ликвидирован в кратчайшей стройке, в течение 1-2 минут. Предварительная причина – неосторожность при курении. Фонд содействия реформированию ЖКХ приостановил финансирование программ в 42 субъектах федерации, в том числе и на Ямале. Дело в том, что управление госкорпорацией на днях завершило проверку отчетов регионов по итогам 2012 года. Оказание финансовой помощи приостановили в регионах, которые допустили различные нарушения. Так, помощи фонда полностью лишились 19 субъектов. Еще три региона пока не получат деньги на проведение капремонтов. 20 регионов, в том числе и наш округ, лишились поддержки в части переселения из ветхого и аварийного жилья. На официальном сайте фонда сообщается, что Ямал нарушил сроки и параметры реализации программ. Добавлю, в течение 4 месяцев регионы-штрафники могут устранить нарушения, иначе полученные от госкорпорации средства придется вернуть. Между тем, директор Департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямала Михаил Гилев в среду на заседании Ноябрьской городской думы говорил о том, что в этом году фонд содействия реформированию ЖКХ выделяет сотни тысяч рублей как раз на переселение ямальцев из ветхого и аварийного жилья. А вот программу по капремонтам фонд отодвигает на второй план. Красноречивее всего об этом говорят цифры. Средства фонда, или, точнее, программа фонда по проведению капитального ремонта на данный момент сворачивается. То есть мы видим, что, по сути, средства стремятся к нулю. В основном фонд сосредоточен сейчас на программе переселения из ветхого и аварийного жилья. То есть фонд голосует деньгами. Для сравнения могу сказать, что средства фонда на этот год на капитальный ремонт порядка 20 миллионов рублей всего лишь на весь округ. При том, что программа переселения из ветхого и аварийного порядка 400 миллионов рублей. Для сравнения просто понятно, какие приоритеты сейчас стоят перед фондом. Насколько оправдано было строительство и запуск парогазовой электростанции в Ноябрьске? Каковы перспективы ее дальнейшей эксплуатации? И действительно ли деятельность парогазовой влияет на уровень влажности в городе? На эти и другие вопросы сегодня в рамках рубрики «Актуальное интервью» сразу после новостей ответит Станислав Карапетян, генеральный директор компании «Интертехэлектро. Новая генерация». До пяти лет лишения свободы грозит жителю Ноябрьска, который, будучи пьяным, несколько сотен метров провез на капоте автомобиля инспектора ДПС. Напомню, это произошло 18 февраля. Патрульный автомобиль ГИБДД преследовал белую девятку, водитель которой не реагировал на требования полицейских остановиться. В какой-то момент машину занесло, и она остановилась. Инспектор направился к девятке, но в этот момент нарушитель резко нажал на газ. Что из этого получилось, собственно, сейчас вы видите на своих экранах. В ходе расследования уже обвиняемый свою вину в совершении преступления признал, дал признательные показания, иными способами пытался помочь следствию, в связи с чем в настоящее время уголовное дело в отношении него окончено и направлено в прокуратуру города Ноябрьска для утверждения обвинительного заключения. Завтра 50-летний юбилей отметит следственный отдел Министерства внутренних дел. Несмотря на, казалось бы, почтенный возраст, это одна из самых молодых служб в структуре МВД. Она была образована в 1963 году, когда следователей вывели из состава уголовного розыска. В Ноябрьске же следственный отдел появился почти 30 лет назад. Сегодня в составе отдела числится 24 человека, причем 9 из них – женщины. Только за прошлый год им удалось довести до суда почти три сотни уголовных дел. Наша задача не просто установить преступника, направить дело в отношении него в суд, но и приложить все усилия для того, чтобы ущерб, который был причинен потерпевшему, чтобы он был возмещен. Вот если говорить о статистике, то в прошлом году 70% уголовных дел, по которым мы направили уголовные дела в суд, ущерб потерпевшим был возмещен. И на наш взгляд это основная заслуга. Партия «Единая Россия» проводит процедуру праймерис в тех регионах, где 8 сентября предстоят выборы высших должностных лиц. В 2013 году партия предлагает регионам 4 модели внутрипартийного предварительного голосования. При этом право выбора остается за регионом. Как отметил депутат Тюменской областной думы, председатель полицовета ноябрьского отделения партии «Единая Россия» Сергей Белкий, в этом году «Единая Россия» максимально упростила участие во внутрипартийном голосовании для кандидатов и простых граждан. Теперь член партии может принять участие в предварительном голосовании в качестве кандидата без согласования с партийными органами, заполнив заявление. Процедура голосования приобретает все более открытый и демократичный вид, вовлекает в партию энергичных неравнодушных людей, которые пользуются авторитетом и готовы к активным действиям. Совет директоров «Газпромнефти» рассмотрел и утвердил программу инновационного развития компании до 2020 года. Для достижения стратегических целей «Газпромнефть» использует инновационные технологии, предлагаемые ведущими отечественными и международными компаниями, а также разрабатывает принципиально новые решения совместно с ведущими российскими научно-исследовательскими организациями и вузами. Кроме того, приоритетными направлениями инновационного развития являются разработка и внедрение технологий увеличения нефтеотдачи на существующих месторождениях, эффективные разработки трудноизвлекаемых запасов и добычи нефти из нетрадиционных источников. Что касается переработки, то в компании проведена большая работа по повышению ее технологического уровня. По сложности заводов определяется по индексу Нельсона «Газпромнефть» является одним из лидеров России, а по уровню выхода светлых нефтепродуктов занимает первое место среди российских компаний. При этом производимое топливо соответствует самым высоким экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5. Внедрение инноваций – обязательное условие для повышения конкурентноспособности любой современной компании, роста ее производственных и финансовых показателей, сокращения воздействия на окружающую среду и улучшения качества жизни людей. Формирование программы и активное использование технологических новинок создат «Газпромнефти» прочную базу для достижения целей, определенных в стратегии до 2020 года. В частности, почти пятая часть добычи компании будет обеспечиваться за счет применения инноваций, а показатели наших перерабатывающих предприятий будут находиться на уровне лучших западных компаний, отметил председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков. Исследователи недр. В первое воскресенье апреля свой профессиональный праздник отмечают геологи. Эта дата была выбрана не случайно. Окончание зимы знаменует начало подготовки летних полевых работ и экспедиций. Об одной из самых романтичных профессий расскажет моя коллега Оксана Зайчукова. Ярослав Матюшенко – нефтяник в третьем поколении. Сначала в топливно-энергетическом комплексе трудился его дедушка, а потом дядя и родители. Так что сегодняшний геолог со стажем уже в детстве знал, что его профессия будет связана с нефтегазовой отраслью. Еще когда был в детстве, в начальных классах учился, была такая возможность попасть на работу с отцом. Отец брал себя с собой на месторождение. Вот, в принципе, еще с тех лет, видя большую буровую, слышав все эти звуки, все операции проводимые там, в целом, как бы, понравилось. Значит, после окончания школы особого затруднения в дальнейшем пути по жизни не испытал. Правда, в экспедиции Ярослав Матюшенко не ездит. Говорит, что и на месте работы хватает. Ведь под его ответственностью находятся более тысячи пробуренных скважин на трех месторождениях. В Порожевском, Средне-Итурском и Западно-Ноябрьском. И сегодня задача геологов – это разработка, а также контроль и эксплуатация существующего нефтяного фонда. У нас есть данные скважины на определенный период, за определенный период, это на 1 января 2013 года. По каждой скважине расписано режимный 9, процент обводнения, тоннаж, сколько каждая скважина в суточную выдает нам, и динамика пластового давления. Еще одна цель, которая стоит перед геологами – это увеличение дебита углеводородного сырья. Сегодня на Средне-Итурском месторождении ведется разработка новых скважин. Кроме этого, геологи, словно волшебники, дарят недействующим скважинам вторую жизнь. Выводим скважины из неработающего фонда, то есть, скажем так, даем им вторую жизнь. Проводим различные мероприятия, открывая новые пласты, пропластки. Также работаем уже с существующими пластами, проводим различные химобработки, применяем новые технологии. По признанию Ярослава Матюшенко, справляться с непростыми задачами ему помогает оптимизм и слаженность команды. Любая работа – это какой-то результат, это положительный результат. В принципе, это всегда стремление к каким-то целям и выполнению каких-то задач. С хорошим коллективом, с хорошим настроем это всегда, в принципе, получается. Говорят, что геолог – это не просто профессия, а образ жизни. И пусть сегодня непроходимые леса, тяжелые рюкзаки и песни у костра сменились на уютные офисы, компьютеры и на стены карты, люди этой специальности по-прежнему важны и значимы. Ведь вслед за их открытиями и новыми скважинами на северной земле рождаются и процветают города и поселки. Оксана Зайчакова, Виталий Харченко. Новости нашего города. «Газпромнефть. Ноябрьснефтегаз» знакомит подрастающее поколение с производством. На этот раз в гостях у нефтяников ученики девятых классов восьмой школы. Их провели на установку предварительного сброса воды и газа и даже позволили заглянуть в самое сердце промысла – аппаратную. Здесь школьникам рассказали о том, что весь процесс подготовки нефти и газа автоматизирован. И даже показали, как все это выглядит на практике. Несмотря на сильный ветер и снег, школьники с интересом слушали специалистов и задавали вопросы, которых оказалось немало. И это не случайно. Уже скоро заканчивается учебный год, и девятиклассникам придется определиться, по какому профилю они будут обучаться дальше. Возможно, после этой экскурсии кто-то из них решит продолжить обучение в классах технической направленности или поступит в один из нефтяных колледжей. Экскурсия мне очень понравилась тем, что очень интересно рассказывали о том, как добывается нефть, как она заканчивается, как разделяется газ, как разделяется нефть, как вода. Но вот больше всего меня поразило то, было бы интересно узнать, как это все создавалось, как все трубы, бочки и так далее. Таковы новости пятницы. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего хорошего, отличных выходных и до встречи. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. 6 апреля в Сальхарде без осадков. Ветер западный, температура 5 градусов ниже нуля. В Муравленко преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура 3 градуса мороза. В Ноябрьске облачно возможен снег. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура минус 2 градуса.